Девчонки, всем привет! Меня зовут Марина и решила снять такой, наверное, всё-таки влог. Дело в том, что сейчас я сижу за этим, за своим столом. Сейчас у нас уже начало восьмого и я наводила порядок в своём столе. Как всегда, разбирала косметику, кое-что меняла местами. Какую-то косметику я решила выкинуть, что-то у меня закончилось. Я сижу, занимаюсь своими всякими такими женскими штучками. Настёнка, вот у меня дербанит мой, как он называется, чемоданчик с бюджетерией. И ещё, да, забыла сказать, покажу вам я обязательно косметику, которую я купила. То есть её немного, но потом я просто могу забыть вам показать и решила всё это в одном видео объединить. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной и приступим. Ну и начнём, девчонки, мы с косметики, которую я решила выбросить. Первая – это вот такая вот тушь от L'Etoile. Я её не покупала, мне тогда присылали по почте. Вот так вот она выглядит. Если честно, я её так и не воспользовалась один раз, наверное, или два раза. Во-первых, у неё очень большая щёточка, очень огромная просто, нереально большая. И она буквально за месяц у меня засохла. Вот, поэтому, как бы, ничего не могу сказать. Она, разумеется, у меня валяется тут. И надо её выкидывать. Ой. Как всегда, я сижу при искусственном освещении. Мы сегодня с насёгком проснулись. У нас уже было темно. Очень у нас сейчас не хватает солнышка нам. Ну, короче, зима наступает, одним словом. Печально. Так, следующей тушью я выкидываю такой вот пробник от Clorance, который мне безумно понравился, которым я очень долго пользовалась. Хватило мне его надолго. Тут такая малюсенькая такая щёточка. Классная тушь. Прикольно она такой длиняет реснички. Что она ещё делает? Ну, в общем-то, понравилась мне эта тушь. Для меня она идеальна. Настя, ты что там делаешь? Ну, играй. Ну, играй. Так, следующее, что из декоративки. Это у меня вот такой вот лайнер от Evelyn, который у меня закончился. Очень долго он мне прослужил. Прям он очень крутой. Если я его вижу, обязательно ещё куплю. Вот. Тоже все могут насоветовать. Отличное качество. Это мне Дианочка присылала ещё, наверное, года полтора назад. И он мне очень долго прислужил. Не засох ничего. Так, следующее, что я хочу вам показать на выброс, это покупала я наборчик от Benefit. И там вот была такая тональная основа. Короче, не знаю, как она называется. Но я им не пользовалась, вот как я получила этот набор. Всем я пользуюсь, кроме вот этого средства, потому что оно мне тёмное. Вот. То есть невозможно пользоваться. Отсвечиваются. Ну, как видите, даже на свотче видно, что вот. Тёмный. И это тональная основа. То есть, разумеется, как бы не хочу я ходить с таким тёмным лицом, да, как бы это понятно. И выкидываю. Я даже не могу сказать, какая она основа сама по себе, по качеству, потому что я её не носила. Куда же я с таким тоном уйду? Только дома ходить, наверное. Так, далее идёт на выброс у меня средство, которое у меня в своё время пользовалось. Это вот такая вот подводочка от Essence, всеми известная. Прям легенда YouTube, легенда Essence. Сказала сама, не поняла чего. Как видите, я её пользовалась, но она у меня уже засохла. И я поняла всё-таки, что тоже вот такие вот жидкие подводки, они не для меня. Для меня лучший вариант – это всё-таки лайнеры. Так что выкидываю. Уже лежит давно, не пользуюсь. Следующее средство, которое я очень хотела купить, которое многим девочкам нравится. Но мне просто либо не повезло со сроком годности, либо что с этой помадой произошло. В общем-то, это вот такой тревлон. Написано, что до 2016 года срок годности, да. Но я когда купила, она уже сразу была какая-то растаявшая. Вот я, смотрите, я её выкрутила, а обратно вкрутить уже её не могу. То есть она вот такая, в таком состоянии уже была изначально. Я её пыталась пользоваться. Это у меня, кстати, в оттеночке 0,55. Такой красивый цвет. Но и даже на сводчике, вот когда я делаю сводчик, видите, он ложится уже комками. Комками, пятнами. И, в общем-то, я даже пыталась её положить в холодильник. Но всё равно крышечкой, как видите, тоже пачкается. Ещё какая-то фигня с этой помадой произошла. Либо мне просто не повезло, не знаю. Короче, я её выкидываю. Ну, цвет красивый, конечно. Так, далее в помойку идёт румяна. Идут румяна. Которые мне тоже давала несколько раз шанс. Я даже, кстати, ими пользовалась одно время. Точнее, как бы они у меня сначала дома лежали. Я ими не пользовалась, отвезла к маме. И когда я к маме приезжала, я, ну, была вынуждена пользоваться только этими румянами. Потому что других у меня не было. Это вот такие вот румяна от Catrice. У меня в оттеночке 0,60. Короче, чем мне не нравятся эти румяна? Во-первых, они сухие. Во-вторых, они вообще никакие. Я, кстати, мой маникюр ужасный. Тоже не обращайте внимания. Они не какие, девчонки. Они, вот как видите, я вот ими мучаюсь просто. Я не знаю. Они очень слабо пигментированы. И при том, что я бледная, они на мне практически не видны. Вот. Так что не нравится, короче. Они мне выкидывают. Вот. Что еще вам показать? На выброс, да, идет вот такой вот, значит, блеск от Colorama. Тоже я решила его выбросить. Он у меня практически новый лежит. А я вообще его покупала с надеждой, что он будет выбеливать губы. Но он просто... Это просто обычный прозрачный блеск. С обычным таким спонжиком. Ну, в общем-то, освещение, конечно, плохое. Но он просто никакой. На губах он смотрится как прозрачный. И мне это тоже не нужно. Как бы мне не нравится. Прозрачный блеск я уже как много лет не ношу. Выздаривала? Все? Не болеешь? Нет? Болеешь еще? Нет? Такая большая девочка и пальчик сосет. Покажи лаки, которые мама решила выкинуть. Покажи, Андрей. Давай вот этот, да? Скажи, что это за лак? У какого цвета? Чего? Забыла? Стесняешься? Чего ты там делаешь? И, в общем-то, выкидываю я два лака. Сейчас вам покажу. Таких два лака от Essence. Желтый и фиолетовый. Ну, во-первых, они у меня засохли. Во-вторых, я ими просто уже не пользовалась. Фиолетовые лаки я вообще, если честно, разлюбила. И желтые, как бы, я тоже не очень люблю. Не знаю вообще, зачем купила. Еще года два назад. Лаки сами по себе неплохие. Ну, я думаю, многие знают, что лаки Essence нормальные, да? И еще такой лак от Essence следующий, который я очень-очень любила. Он в свое время был моим фаворитом. Это вот такой вот. Это уже, наверное, другая серия какая-то. Не разбираюсь в этих сериях. Вот просто красный красивый лак. Но у меня, к сожалению, тоже засох. Но, повторюсь, очень долго им пользовалась. И нужно мне на замену какой-нибудь такой прям тоже ярко-красный лак купить. И выкидываю, в общем-то, всякие кисточки разные, которые у меня тоже валяются. Тут уже это с какого-то китайского набора. Я заказывала на Алиэкспрессе, по-моему, или на ebay. Я уже не помню. Алиадуа фибра, да, или как называется. И для тональной основы. Что-то не пользуюсь, тоже выкидываю. Для бронзера кисточка. Она у меня стояла на вот этой части, да? Как веник получился. Пользовалась я вот этой кисточкой. Бронзер наносила. Но так как я купила себе новую кисточку от Riffgoch, наконец-то, нормально, то от этой я избавляюсь. Она уже вся плохая. Далее я вот такую специально заказывала для жидкоподводки, кстати, для Essence. Но, честно сказать, как-то у меня не получилось ею пользоваться. Как-то она у меня не очень хорошо наносила, поэтому тоже я ее выкидываю. Не мое это. И также набор таких вот кисточек. Я не знаю, что это вообще такое. Тоже заказывала я их через какой-то сайт китайский. Но мне они вообще ни к чему. Ими ничего абсолютно не накрасишь, не растушуешь. Я пыталась ими попользоваться, но как-то бесполезно. Настенка одно время играла, и ей тоже не нужны выкидываю. В принципе, из косметики это все. Вроде бы я все вам показала. Больше мне на выброс ничего не нашлось. Сейчас я вам покажу покупки, которые совершила за последнее время. Их очень мало, но вдруг кому пригодится. Покажу вам покупки за последнее время. Это первое. Это вот такой вот Baby Lips от Maybelline. У меня есть, кстати, желтый, по-моему. Да, вот такой вот. Честно сказать, он мне не понравился. Вообще никакой. Я купила себе синенький. Он тоже, кстати, прозрачный, но этот лучше, чем желтенький. Он хорошо увлажняет, он приятно пахнет. И он как-то не отдает мне... Вот этот желтый мне как-то неприятно по ощущениям на губах. То есть по вкусу какой-то вот он мне неприятный. А от синенький мне понравился. Вот я им пользуюсь удовольствием. Так, следующая покупочка, значит, это вот такая помадка от Maybelline. Такая вот красивая упаковочка. Ну, я знаю, я думаю, многие знают, да, вот эту серию. Это у меня... Как эта серия-то называется? Такая вот красивая упаковочка. Я захотела себе какую-то бледную такую помаду. У меня в 109 оттеночке. В 109. И это такая вот бледно-бледная-бледная помада. Сделаю сейчас вам сводчик. Она с блёстками. То есть когда я делала... Не красится. Не красится. А когда я делала сводчик в магазине... Сейчас я вам пожирнее так сделаю, чтобы видно было. Когда я делала сводчик в магазине, как бы этих блёсток особо не видно было. Но когда я нанесла на губы, и эта помада подчеркнула все мои шелушения... Это просто какой-то кошмар, девочки. Она сдекла во все мои складочки. В общем-то она, короче, ужасная по качеству. Она мне не подошла. И когда я стала стирать эту помаду с губ салфеткой, эти все блёстки остались просто на губах. Хотя... Тоже не красится. Не красится? Хотя вот на сводчике не скажешь, что там очень много блёсток. Удивительное дело. У меня очень редко помады подчеркивают мои проблемные губы. А это прям кошмар. Далее. Я купила журнал «Эль» за ноябрь ради пробника туши от «Шанель», девочки. Кто ещё не купил, бегом покупайте эти журналы. Но проверяйте, чтобы пробник там присутствовал. Потому что пробники воруют. Такие у нас негодяи на этой планете живут. Такой вот пробничек от «Шанель». Тушь. Могу сказать, что она мне понравилась, девчонки. Такая вот кисточка. Ничем не пахнет. Не красит, да? Да. Что у тебя не красит? Не красит. Вот эти румяны, да? Плохие, да? Не красит. Выкинуть надо, да? Ну, значит, мы будем выкидывать, да? Вот так вот, даже ребёнку. Отчего, другой, не другой. Другие теперь у меня на не дам. Тушь мне, в принципе, кстати, девчонки понравилась. Никаких нареканий у меня к ней нет. Вот. Ну, разумеется, в полной версии я её покупать не буду. Потому что она очень дорогая. А так, конечно, классная. И так. Ещё вам покажу покупки, которые я совершила в Эчдеме. Это вот такой вот а-ля бьюти блендер. Блендер, который, если честно, меня вообще никак не впечатлил. Я его сейчас, кстати, пыталась помыть, но он мне так и до конца и не отмылся. Да, Настя, вместе с Настей мыли мы его. И как-то, честно сказать, не поняла, не понравился. Конечно же, это не оригинальный бьюти блендер. Возможно, я когда-то разорюсь на оригинальный. Но вот этот не понравился. Какая-то, короче, порнография. Не буду я даже, наверное, выкину его. И также в Эчдеме купила такую расчёсочку прикольную. Решила показать специально в сумочку. Не знаю, мне она очень понравилась. Такая красивая. Расчёсывать неплохо. Хорошая расчёсочка, в общем. Там, по-моему, было несколько оттенков. Вот взяла такую золотую. Так, а, ещё две покупки были. Это уже не декоративка. Такой вот, ну, а-ля скраб от фирмы Буржуа. Значит, мякоть лимона, виноградные косточки. Очень мне, кстати, понравился. Он не жёсткий, да, скраб. Очень приятный. Покупала я, кстати, его в Ашане за 50 рублей. То ли акция на него была, то ли что-то такое. Вот, и ещё последняя покупочка была. Это такая вот авиночка от Шварцкоп. Я ездила по магазинам, искала свою краску для волос. Тоже от Шварцкоп. Но, честно сказать, её нету нигде в наличии. Я не знаю почему, что такое, что случилось. И мне нужно было уже что-то покупать. Потому что, как видите, волосы у меня отросли. И мне нужно краситься. Оттеночек, кому интересно, 1070 платиновый блонд. Девчонки, следите за мной в инстаграме. И я, как в следующий раз поеду к маме, обязательно выложу фотки, как я покрасилась, что получилось вообще, отзыв на эту красочку. На этом я закончу своё видео. Спасибо всем большое за внимание. Пишите, комментируйте. И всем пока.